Так если мы говорим про наследственные опухолевые синдромы, сможем слайды вывести? Ну, идея заключается в том, что, конечно, здесь есть перекрывание с тем, что уже здесь на секции говорилось. Речь идет о том, что унаследован генный дефект, это дефект, это заболевание. Но единственное проявление этого заболевания, у нас слайд будет или как? Так, единственное проявление этого заболевания, это фатальная предрасположенность к определенному типу рака. Это органоспецифическая патология. Если говорить о механизмах, для того, чтобы возникла опухоль, требуется накопление в одном и том же клеточном клоне нескольких мутаций. Соответственно, если одна мутация наследуется от родителей, она присутствует во всех клетках организма, и как следствие, дорога к раку, она сокращается на одно событие. Отсюда и фатальная предрасположенность. В общем-то, наследственные опухолевые синдромы, которые ошибочно считаются экзотическим заболеванием, они вносят существенный вклад в заболеваемость. Посмотрите, каждый пятый случай опухоли яичника – это БРК-мутация. Каждый десятый случай рака молочной железы – это наследственные мутации. Три процента опухоли эндометрия – это тоже наследственные мутации. Зачем вообще диагностика наследственных раков? Зачем делать эти тесты? Здесь на самом-то деле есть две категории людей, которые в этом нуждаются. Это пациенты. Диагностика делается ради того, чтобы изменить схему лечения. И это еще здоровые родственники пациентов, для которых организуются специальные меры профилактики, для которых организуются меры по ранней диагностике. Что существенно? На сегодняшний день вся диагностика делается только от пациентов. Популяционного скрининга на сегодняшний день нет. Но, правда, генетические технологии становятся технологически более доступными. И кто знает, может быть, в среднесрочной перспективе какие-то скрининговые мероприятия у совсем здоровых людей будут. Сегодня БРК-носители выявляются только через пациентов. Самый интересный, конечно, раздел – это то, что БРК-ассоциированные опухоли действительно лечатся иначе. Здесь есть уникальное терапевтическое окно. Посмотрите, вот это нормальные клетки, в них одна копия гена БРК поражена. Они сохраняют функцию репарации ДНК. Это опухоль. В опухоли всегда инактивирован оставшийся аллель гена БРК, и отсюда уникальное терапевтическое окно. Здесь репарация ДНК сохранена, а здесь она утрачена. И отсюда абсолютно необычный спектр лекарственной чувствительности наследственных опухолей. Посмотрите, рак молочной железы, согласитесь, никогда рак молочной железы не лечили цисплатином. А вот для БРК-ассоциированных опухолей цисплатин дает явно лучшие результаты по сравнению со стандартными схемами терапии. В отношении рака яичника такую разницу найти сложно, потому что с раком молочной железы цисплатин не является стандартным. И поэтому, если мы сравниваем цисплатин со стандартными схемами, мы что-то противопоставляем. Но в отношении рака яичника, если мы говорим о лечении, там же всегда платина, содержащие препараты. И здесь сравнивается ответ, в общем-то, опухолей наследственных и опухолей ненаследственных. Но если при молочной железе разные схемы лечения, то здесь везде основу лечения составляют препараты платина. Посмотрите, это самая информативная категория пациентов, неодевантная терапия. Почему она более информативная? Во-первых, хемонаивные опухоли они раньше не лечили. А во-вторых, морфологический материал есть. И поэтому куда более четкие критерии ответа по сравнению со всеми клиническими параметрами. Уровень ответа опухоли на лечение. Плюс еще морфолог может посмотреть. Ну, посмотрите, то, что здесь происходит, в общем-то, достаточно укладывается в то, что мы ожидаем увидеть. Вот это у нас исходный размер опухоли. Если столбик смотрит вверх, это значит опухоль растет, несмотря на лечение. Если столбик смотрит вниз, это значит опухоль уменьшается. Да, зрительно понятно. Посмотрите, вот у нас больные с БРК-мутациями. Ну, у них примерно треть опухолей отвечают полным ответом на лечение. Речь идет о клинических анализах. А здесь это только небольшая часть пациентов. Здесь примерно четверть пациентов у нас демонстрирует рост опухоли, несмотря на лечение. Здесь это небольшая часть пациентов. На самом-то деле, мы попытались изначально выяснить, почему некоторые пациенты с БРК-ассоциированными опухолями прогрессируют, несмотря на лечение. И гипотезу, которую мы пытались оценивать, мы на нее так и не ответили. Идея была очень простая. Вот, посмотрите, я говорю, всегда в наследственных опухолях инактивирован второй аллель. Ну, на самом деле, в биологии не бывает слова «сегда». Всегда есть какая-то пропорция раков, которые текут нетипично. И мы думали, хорошо, вот эти опухоли у нас отвечают на лечение, потому что здесь канонический механизм, дилетция оставшегося аллеля. А вот эти опухоли, они растут, несмотря на лечение, потому что здесь альтернативный механизм. Здесь нет дилетции оставшегося аллеля, другие альтернативные механизмы развития опухолей. Ну, что мы стали исследовать? Хирург, у нас материал-то есть, это то, что хирург удаляет во время операции. Нет потери гетерозиготности, нет утраты оставшегося аллеля, нет этого механизма. Как такое может быть? Это весь мир ошибается, говоря, что это универсальный механизм, или ошибаемся мы? Согласитесь, второе более вероятно. Ну, понадобилось два года вообще, чтобы осознать. Я всегда пренебрегал вот этим небольшим эффектом терапии. Ну, смотрите, у нас есть опухоль, что такое предоперационная терапия? Три цикла, два месяца. Ну, что может? Все равно же опухоль видна, все равно хирург удаляет. Что может произойти? А происходят удивительные события. Удивительно не то, что они происходят, удивительно, как быстро они происходят. Посмотрите, это исходная опухоль. Пациентка начинает лечение. Здесь все правильно. Здесь у нас идет утрата оставшегося аллеля. А вот то, что спустя два месяца хирург удаляет на операции, здесь полное восстановление функции БРК. Почему так происходит моментальная селекция? Дело в том, что в опухолях присутствует небольшое количество опухолевых клеток, не нормальных, которые сохранили функцию БРК-аллеля. Утрата оставшейся копии БРК – это не первое событие в канцерогенезе. И вот за эти два месяца происходит селекция опухолевых клеток. Ну, вообще, по крайней мере, я всегда, когда наблюдал за вот этими результатами объемных исследований, ну, уменьшается опухоль и уменьшается. Мы знаем где-то от морфологов теории, что опухоль гетерогенная. Но все-таки мне всегда казалось, по крайней мере, я как-то не задумался, что более или менее это пропорциональное уменьшение опухолевой массы. Какие-то популяции быстрее гибнут, какие-то медленнее. К сожалению, получается, что это совсем не так. Так, посмотрите, те клетки, которые чувствительны, они погибают моментально, практически на кончике углы. А вот резистентные клетки, они не просто не гибнут, они за эти два месяца заполняют оставшееся пространство. То есть на фоне моментальной гибели чувствительного ростка у нас фактически растет росток резистентный. И более того, при помощи достаточно простого лабораторного теста мы можем сказать, где у нас чувствительный клон. Это большинство клеток, мы их вначале не видим, это те, где утрачен оставшийся аллель. И где у нас клон резистентный? Вот он растет, и растет он моментально. На самом-то деле это ставит очень серьезный вопрос о тактике неодевантной терапии. Первая дискуссия, я никому образом не хочу в ней участвовать. Это довольно оживленная дискуссия вообще, в каких случаях неодевантная терапия допустима, а в каких нет. Сначала операция, потом терапия или здесь допустимое отклонение. Это отдельная дискуссия хирургов, онкогинекологов. Но самое главное, что когда неодевантная терапия все-таки применяется, согласитесь, это более или менее стандартный, это биологический тест. Сначала терапия, если опухоль ответила, опухоль удаляется. И одевантная терапия практически идентична терапии предоперационной. Потому что предоперационная терапия – это биологический тест. Если произошло уменьшение опухоли, то логично такую же терапию продолжать вовремя. Ну и, соответственно, ставится вопрос, ну как минимум, как минимум, так ли уж оправдана вот эта дополнительная терапия, особенно без лабораторного теста. Она дает что-то или нет? Нет. Судя по нашим данным, по крайней мере, если мы говорим про механистические соображения, наверное, это и есть причина рецидивов. Казалось, до операции пролечили, удалили опухоль, профилактически пролечили, а рецидив все равно происходит. Почему? Да потому что клетки резистентные. Ну, обратите внимание, на самом деле, эта работа была опубликована несколько месяцев назад. Я случайно зашел, не то что случайно, я зашел ни на что не претендуя. Сейчас была АСКО, ежегодная конференция, там пленарная сессия по неодевантной терапии. Ну, опять же, дискуссия, допустима она или нет при лечении рак речни. Вот, посмотрите, эту работу сразу процитировали, именно говоря, что это одна из причин рецидивов. Не только препараты платины БРК, специфические препараты. Например, метамицин С, забытый препарат, по сути дела, в 80-х годах его использовали, потому что ничего лучше не было. У него неприятный побочный эффект, он вызывает непредсказуемую гематологическую токсичность. В 80-х годах это было тяжелейшее осложнение. Сейчас, честно говоря, нет, потому что сейчас же появились факторы роста, которые компенсируют гематологическую токсичность. То есть можно стимулировать росток гематологический. Ну, посмотрите, это пациентки, у которых, в общем-то, особого выбора не осталось. Потому что те пациентки, которые либо платинорезистентны, либо нельзя назначать продолжение лечения платины, потому что ресурсы организма исчерпаны, побочные эффекты. Посмотрите, это назначение метамицина, и это динамика маркера СЕ-125. Ну, конечно, мы никого не вылечили, но то, что вообще метамицин дает специфические эффекты, и, в общем-то, эти эффекты больше, чем следовало ожидать, из этой диаграммы это, похоже, следует. Теперь практические аспекты. Если мы делаем БРК-диагностику, ну, это извечная проблема, и на самом-то деле материал какой. Если мы говорим про БРК-диагностику, это кровь. Что удивительно, кровь, в общем-то, очень прилично сохраняется при комнатной температуре. Я говорю не про кровь, а про ДНК в крови. Если брать пробирки с сиреневой крышкой, это консервант, который ЭДТА называется. Они в любой клинической лаборатории есть. Кровь очень прилично транспортируется. Мы экспериментировали, месяц может пробирка валяться при комнатной температуре, ничего с ней произойдет. Получается, что даже анализ кровью, в общем-то, можно делать на расстоянии. Теперь, если мы говорим про здоровых носительниц мутаций, что существенно? БРК-1, БРК-2, их, как правило, скороговоркой называют, это разные гены. У нас в стране за счет эффекта прародителей носителей мутации гена БРК-1 довольно много. Ну, есть какой-то могучий предшественник у славян, который привнес БРК-1 мутации. А БРК-2 мутации являются большой редкостью. И тест там значительно сложнее. Что существенно? Гены похожи, а спектр предназположенности опухоли чуточку разные. И там, и там рак молочной железы и рак яичника. И там, и там рак желудка. Об этом мало кто знает. Но при БРК-2 есть еще два дополнительных органа. Поджелудочная железа и простата. Роль БРК-1 в патогенезе, в предрасположенности к раку желудка и простате, в общем-то, не доказана. Профилактические операции я не обсуждаю, потому что, ну, в общем, об этом много говорят. Химио-профилактики никакой нет. Нет волшебной таблетки, которая позволяет снизить риск развития рака БРК-носителей. На самом-то деле у нас, ну, тоже только что был сателлит, говорили, что тест на так называемые повторяющиеся славянские мутации, он доступен в любом даже небольшом городе. Это абсолютно доступный тест. Рискну повториться, у нас значительная часть населения страны не относится к славянам. И у них тест на повторяющиеся мутации абсолютно бессмысленный. Это неправильно его назначать. А вот делать более глубокий анализ, полный анализ генов БРК-1, БРК-2 или тест на перестройки, в общем-то, задача довольно непростая, потому что это значительно увеличивает стоимость и трудоемкость анализа. Таким образом, когда ставится вопрос про глубины теста, то тут самый-то главный вопрос, ради чего это делается? Клиническая мотивация. Либо выбор лечения. Есть платина, есть лопарипарпингибитор, либо чтобы обследовать родственников. Вот от этого зависит, можно ли обойтись маленьким тестом или надо делать обследование более трудоемкое, более менее доступное. Ну, отсюда, в общем-то, опять же повторяется слайд типичной ошибки, что я вижу, регулярно направляют на обычные повторяющиеся мутации. Врачи просто не знают, что это славянские мутации, направляют людей, которые к славянской этнической группе не имеют отношения, соответственно, результат не информативен. Другая ошибка, сделали минимальный тест и сказали БРК-мутации нет. Это ни о чем не говорит. Если нашли мутацию, это достоверный результат. А вот если не нашли, то по повторяющимся мутациям ничего не скажешь. Поэтому интерпретировать подобные данные надо, в общем-то, с осторожностью. И другая разновидность наследственного рака репродуктивной системы. Я когда считаю студентом, я то, что за границей называется наследственным неполипозным раком толстой кишки или синдромом Линча, я обычно говорю наследственный неполипозный рак толстой кишки и эндометрия. Потому что у носительниц мутации абсолютно такой же шанс развить опухоль толстой кишки, как и опухоль эндометрия. Если мы возьмем заболеваемость, примерно 3% опухоли эндометрия связаны с наследованием гена. Посмотрите, что зеленым написано. Вот здесь как раз первичная диагностика не по крови, а по опухоли. Почему так? Потому что по крови анализ очень сложный. Надо исследовать 6 генов, и там нет повторяющихся мутаций. Нам нужен какой-то предварительный скрининговый тест. Вот этот тест, это так называемая микросателитная нестабильность. Один из самых простых лабораторных тестов. Он означает, что в опухоли нарушена одна из систем репарации ДНК. И вот именно по этому признаку, если нарушение системы репарации ДНК есть, мы делаем вывод, надо ли искать наследственную мутацию или ее нет. Что существенно, но, опять же, для нашей страны это немножко мало доступно пока, но будем надеяться на перспективы. Опухоли, которые развиваются механизмом микросателитной нестабильности, у них накапливаются тысячи мутаций, и за счет этого они обладают повышенной антигенностью. Именно для таких опухолей препаратами выбора, наилучшими препаратами, является нестандартная терапия, от нее это как раз толку мало, а именно модуляторы иммунного ответа. Современные антитела, которые появились, которые реанимируют систему иммунитета, они наиболее пригодны для терапии данной разновидности опухоли. Ну и в заключение я хочу поблагодарить наших коллег, которые на разных этапах участвовали в исследованиях наследственных раков. Спасибо за внимание. Пожалуйста, есть вопросы? Спасибо.